Здравствуйте! Как участок из центрального района вдруг оказался в Костинском и как самострой стал законным? Ответы пришлось искать в мэрии. Мотопробег «Сочи-Севастополь» стартовал сегодня. Участвуют в нем 4 человека и двое из них – это инвалиды. Сочинец Матвей Волков вышел на поле вместе с российскими футболистами, а помогла ему в этом утренняя зарядка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зашел разговор о результатах проведенного рейтинга инвестиционного климата регионов. По словам Андрея Никитина, все данные планируют проанализировать и выявить причины успеха и отставания. Подобную работу гендиректор предложил провести Вениамину Кондратьеву и внутри края. Я бы тоже рекомендовал в эту работу все равно включиться, выбрать одну из четырех вот этих АБЦД, где вы считаете, что просто сразу посмотреть, почему у кого-то плохо, у кого-то хорошо, вы получите очень серьезный объем фактуры, как можно действовать, вот набор вариантов, да? Я хочу сказать, например, к своему региону. Не остановлюсь, что достигнули. А для этого нужно грязь и страны. Поэтому, конечно, здесь вот ваша вся команда нам помогает просто, знаете, не самоуспокоиться, понимать, где мы сегодня и понимать, что мы можем завтра. Деньги можно допросить без конца у федерального центра. А вы абсолютно правильно ориентируйте, давайте их зарабатываем. Сегодня губернатор, это менеджер, по большому счету, который должен сегодня найти вот те точки роста. Я всегда говорю, что лучшая политика – это экономика. Если мы ее будем делать, давать на самом деле все, что мы обещаем, и люди вокруг себя будут реально видеть, если политика, то не нужно будет лишних лозунгов и призывов к чему-либо. Кроме того, обсудили на встрече и необходимость привлечения к развитию территорий местных инвесторов. Как отметил Вениамин Кондратьев, сейчас в Кубани важно уйти от статуса сырьевого региона и сделать акцент на переработку и производство. По словам главы региона, с краевыми инвесторами, которые пойдут по этому пути, власти готовы сотрудничать в ручном режиме. В Карелии продолжается расследование ЧП в лагере на Самозере. 18 июня две лодки с детьми перевернулись из-за сильного шторма на озере. В результате погибли 14 человек. Тела 13 подростков уже обнаружены. Поиски еще одного продолжаются. Чтобы не допустить подобной трагедии, на Кубани еще раз проверят все детские лагеря и здравницы. Такую задачу сегодня поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел внеплановое совещание по безопасности детского отдыха. На видеосвязь с губернатором вышли главы всех курортов. Этим летом на Черноморское и Азовское побережье в Краснодарский край приедут больше 800 тысяч детей. И все они должны вернуться домой целыми и невредимыми, потребовал Вениамин Кондратьев. Мы тоже принимаем детей в многочисленных наших оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах. И лучше еще раз сверить часы и понимать, что мы не можем допустить подобной трагедии. Вот сегодня самое главное понимать, что все-таки, если даже пришло штормобое предупреждение, не быть самонадеянными. Даже если можно по-разному относиться к прогнозам синоптиков, то лучше на всякий случай и в наше Черное море не выходить, и детей купаться не везти. Однако, помимо организованного отдыха детей, ожидается, что в край также приедет большое количество так называемых незарегистрированных групп детей. Вопрос их безопасности также должен быть под контролем. Здесь взаимодействие должно быть на местах всех органов. Это, конечно, и муниципалитет, и Роспотребнадзор, и МЧС. Если кто-то выявляет такую группу, просто она находится в зоне видимости, просто немедленно нужно сообщать, то самое главное оперативно нам об этом сообщить. Глава муниципальных образований под протокол, вот вы там, там, на местах, ежедневно, в ручном режиме, иначе не скажешь, отслеживайте, буквально отслеживайте незарегистрированные группы детей. При этом незарегистрированные группы детей важно выявлять не на пляжах, а еще на въезде в край, отметил глава региона. Отслеживать прибытие и отправку детей необходимо на вокзалах и аэропортах. Но все, въезжающие в край группы детей, все должны быть под нашим контролем. Сегодня вы отвечаете, мы отвечаем, мы все вместе, и я отвечаю. Поэтому я говорю, делаем вот так. По-другому быть не может, потому что это зона нашей ответственности. Также Вениамин Кондратьев поручил главам районов организовать дежурные группы и мониторить все места отдыха детей. А с каждым лагерем и пансионатом еще раз в ручном режиме отработать технику безопасности. По требованию главы Сочи Анатолия Пахомова на курорте сформирована межведомственная комиссия. Она проведет мониторинг всех объектов, где организован отдых детей. Руководители детских лагерей принимают инструктаж по технике безопасности личной подписью. Эти меры коснутся не только ответственных за организованные группы детей, но и тех, кто прибывает в палаточные лагеря на несанкционированные пляжи, а также в горы. И к другим новостям. Сельчане, пострадавшие от разгула стихии в начале месяца в Лазаревском районе, получили денежные компенсации от 20 до 100 тысяч рублей. На что будут тратить полученные средства жители, узнаем далее. Во улице Хагапш жители возвращаются к прежнему размеренному ритму жизни. Почти две недели здесь круглосуточно шли работы по восстановлению. Разгребали завалы всем миром. Аист Лиф рассказывает, в дом вода не зашла, не успели вовремя среагировать. Зато с его участка добровольцы и сотрудники МЧС вывезли 20 огромных камазов ила. Нанос был очень сильный, до 70 сантиметров. Во двор и промойны получились, и нанос ила. Вот сейчас вот мы видим, какой стал мой огород. Это вот прежний уровень, который был. Тут пришлось много поработать техники. Экскаваторы, самосвалы. 18 кореней исчезли, как будто их и не было. Огород полностью ухоженный, тоже бесследно исчез под водой. Ну, такая картина, пожалуй, у всех. Перед двором уже убрано хорошо, вы сами видите. Изгородь была нарушена, сейчас восстанавливают. Но остальное уже будем добирать, это вопрос времени. Но я думаю, что мы все это решим. Чужой беды в многонациональном Сочи не бывает. И помогали, конечно, не только руками. На счет Красного Креста поступило около 3 миллионов рублей. Все сотрудники администрации города перевели однодневный заработок. Получилось порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Поддержали селян, представители бизнеса и национальной диаспоры. Весомый вклад внесли члены партии «Единая Россия». В общей сложности в Тхагапш направлено почти 2 миллиона рублей. Материальную помощь там уже получили владельцы 26 домов. Четыре дома приняли на себя первый и самый мощный удар стихии. Их собственники получат выплаты из краевых фондов. Но уже сейчас принято решение, их поддержит и город. Они получат по 100 тысяч рублей для приобретения бытовой техники – предметов первой необходимости. Осман Тешев тоже планирует полученную компенсацию потратить на бытовые приборы. Я получил 80 тысяч. Куплю стиралку новую, холодильник, дизель. Электростанцию у меня же тоже потопило. Что еще? Газовую плиту. Вот в основном на эти. Не считая, что там первый этаж затопленный, все по новой надо переделывать. Забор все повалил, как видите. Но это я уже своим силами. В Тхагапше работают несколько десятков спасателей. Около 200 специалистов администрации города и муниципальных учреждений. Жители искренне благодарят всех за поддержку. Работы продолжатся до полной ликвидации всех последствий июньского разгула стихии во всех поселках. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Городские власти не согласны с решением Хостинского суда, который признает право застройщика на самострой. Строительство объекта по требованию администрации уже было приостановлено до выяснения всех обстоятельств. Выполняет ли застройщик условия договора с мэрией? В сложной ситуации попыталась разобраться и наш корреспондент. Ситуация с этим объектом начала накаляться с прошлого года, когда решением Центрального суда этот объект из села Верхний Юрт улицы Обавяна, 26 Хостинского района стал числиться на улице Пластунская Центрального района. Узнав о таком неправомерном действии, мэрия направила апелляцию, по итогам чего решение суда было отменено. По поручению главы города на месте строительства регулярно дежурили казаки и полицейские. Но возведение сооружения продолжалось по ночам и выходным. Тому свидетели жители дома, стоящего через дорогу от объекта. Алла Быкова рассказывает, когда началась стройка, все думали, что возводят опорную стену. На деле оказалось другое. Мы спросили, ведется укрепление вот этой части дороги, так как дом ползет. Ну, потом узнали, что здесь будет строительство магазина. Магазин как? Какое отношение это самое? Магазин к дороге надо расширять и делать отвод воды. Ясно и понятно, что дом страдает от наводнений. Вот когда идет оттуда, от шаумяна вода, дом полностью в воде. Администрация как бы согласна с тем, что разрешения нет. И она помогает, как бы мы надеемся на нее. Выезжает на вызовы? Выезжает на вызовы, милиция приезжает. Новый виток в деле появился совершенно недавно. 17 июня уже Хостинский суд признал право собственности на этот участок, а незаконное строение стало узаконено. И это несмотря на то, что еще весной было вынесено иное решение. Еще 26 апреля мы добились наконец-то признания Хостинским судом наложения ареста. Были наложены обеспечительные меры. Но этим же Хостинским судом через несколько буквально дней, 5 мая текущего года, не проинформировав ни администрацию города, не проинформировав другие заинтересованные ведомства и структуры, обеспечительные меры были сняты. И тогда застройщику были развязаны руки. Власти Сочи не согласны с таким определением и намерены отстаивать интересы сочинцев во всех инстанциях. Данный судебный акт вызывает большие сомнения в плане законности его принятия. В администрации подготовлена частная жалоба с целью отменить это определение, как вынесено незаконно и необоснованно, и ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Параллельно отделам правового обеспечения проводится работа по отмене судебного акта, которым признаны права на самострой, что в принципе тоже недопустимо, поскольку при возведении указанного объекта имелись множественные нарушения, которые являлись препятствием к узаконению указанного самостроя. Теперь администрация Сочи обратилась в прокуратуру и Краевой суд. Расследование этого дела уже ведется. Если решения Хостинского суда будут признаны неправомерными, то объект будет снесен. Расходы по демонтажу лягут на застройщика, который по итогам сегодняшней встречи с первым заместителем главы города Мугдином Чермитом обещал остановить все работы до принятия решения Краевым судом. Пока строительство действительно заморожено. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ Мотопробег Сочи-Севастополь стартовал сегодня. Несмотря на то, что участвуют в нем всего 4 человека, уникален он тем, что двое из них – это инвалиды. Как будет проходить пробег и почему выбран такой маршрут до Крыма, узнаем из нашего следующего сюжета. Байкеры со стажем рассказывают новичкам, как устроены мотоциклы. Участники мотопробега – колясочник Дэвид Амаришвили и инвалид по зрению Сергей Гринь в такое путешествие отправляются впервые на мотоциклах с люлькой. Порулить, конечно, не удастся, но проникнуть с атмосферой вполне. Мы уже более 4-х лет знакомы после того, как я переехал в городе Сочи. Как говорится, благодарен судьбе, что свела на жизнь. Это еще один раз показатель о том, что после того, когда в жизни что-то с тобой случилось, не надо замыкаться в себе. Маршрут – Сочи-Крым. Участники мотопробега, помимо Дэви и Сергея, это еще два опытных байкера, планируют по пути посетить места боевой славы. Пробег посвятили очередной годовщине победы в Великой Отечественной. Цель нашего пробега – посещение города Новороссийска, города-героя Керчья, города-героя Севастополя с возложением цветов. А еще на обратном пути в Энеми запланированы прыжки с парашютом. Дэви и Сергей рассказывают, на их счету таких уже не один и даже не два. А в целом же цель проекта – доказать. Инвалиды, так же, как и другие люди, могут все. Мы не делим людей на человека с инвалидностью, человека без инвалидности. Мы интегрируем во всех наших городских проектах историю участия людей, которые имеют какие-то особенности физического развития. Финиш мотопробега запланирован на 22 июня. Конечная точка этого уникального для Сочи пробега – это город Севастополь. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Военно-патриотическому клубу «Патриоты России» сегодня было присвоено имя героя Советского Союза Павла Сюткина. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, которое проходило в центре внешкольной работы по поводу 94-летия героя. Герой Советского Союза – единственный в нашем городе Павел Павлович Сюткин. Ему 94, и он в полном здравии. Получил звание героя за боевые заслуги, проявленные в годы войны. Сегодня он принимал поздравления от своих товарищей, ветеранов Великой Отечественной войны, от педагогов города Сочи, детей, воспитанников центра внешкольной работы. Приехал поздравить и мэр города Анатолий Пахомов. «Это те, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием, это те общения, с которыми минутное может по большому счету перевернуть жизнь, это те, на которых мы сегодня надеемся, и которые должны дожить до 100 лет, а потом и дальше жить для того, чтобы рассказывать о великом подвиге, рассказывать о своей жизни. И мы будем всегда гордиться, и будем, конечно, просто очень рады тому, что мы еще рядом». «И мы за это очень благодарны и говорим также большое спасибо». «Спасибо большое. Еще раз днем рождения». «Я старался свое сердце, свои знания, свои мысли всегда передать своим сверстникам, своим товарищам». Павел Сюткин скромно рассказывает о своем подвиге. Говорит, были воспитаны в таком духе патриотизма, что иначе поступить не могли, защищали каждый свою семью, народ, страну. Ребята из военно-патриотического клуба «Патриоты России» обратились к Павлу Сюткину с просьбой разрешить клубу носить имя единственного в Сочи героя Советского Союза. «Опущаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, а также с председателем клуба госбезопасности Клисьяновым Александром Ильичом мы пообщались, думали, какой подарок сделать Сюткину Павлу Павловичу. Пришла идея присвоить клубу имя героя России, героя Советского Союза Павла Павловича Сюткина». Полк Сюткина прошел поля сражений на Мрятском фронте, Калининском, Втором, Прибалтийском, Третьем, Белорусском фронтах, где он был командиром самоходной установки. Затем был назначен командиром батареи. Гвардейский самоходный артполк уничтожал немецкие танки «Пантеры» и «Тигр». Сегодня дети в благодарность вспоминали боевой путь героя, читали стихи, пели песни и даже подарили портрет, написанный воспитанницей центра Лизой Радченко. В Сочи начались рейды по выявлению граждан, оставляющих крупный мусор на площадках САХ. Несмотря на административный запрет, некоторые жители продолжают оставлять у контейнеров строительный и крупногабаритный мусор, а также обрезки зеленых насаждений. В связи с этим с 20 июня начались совместные с полицией рейды. Виновных привлекут к административной ответственности. Сумма штрафа – 5000 рублей. Сочинцев, ставших свидетелями подобных фактов, просят сообщать в Департамент городского хозяйства по номеру 8-918-390-17-23. Напомню, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо подавать заявку в договорной отдел САХ по указанным телефонам. Международный конкурс «Молодой балет мира» в шестой раз стартовал в Сочи. В этом году он посвящен русскому композитору Сергею Прокофьеву. На музыку из его балетов конкурсанты должны представить один из своих номеров. Открылся конкурс с постановкой «Ромео и Джульетта» в исполнении Краснодарского театра балета Юрия Григоровича. За несколько часов до спектакля маэстро ответил на вопросы журналистов. Участниками шестого по счету конкурса «Молодого балета мира» стали 47 танцоров из восьми стран. Оценивать их выступления будут видны и деятели мирового балета, критики, артисты и педагоги из России, Белоруссии, Украины, Франции, США, Японии и Южной Африканской республики. Возглавляет международное жюри руководитель Краснодарского театра балета. В своем выступлении маэстро отметил, что в этом году конкурс вышел на новый уровень. Впервые он стал частью новой акции Черноморской ассамблеи Юрия Григоровича, в рамках которой состоятся генеральная ассамблея и круглый стол Международной федерации балетных конкурсов. Пройдет также и концерт лауреатов младшей группы. «Сам конкурс заставил делать так, чтобы он обсуждался. Интересовались другие люди, что дали разные точки зрения и позиции. Вот, по-моему, это интересно. У меня развитие, кстати, идет от конкурса самого, потому что интерес к нему возрастает. Я вот должен сказать, что приедет интерес туда, куда тебя ждут и хотят, чтобы этот конкурс состоялся». И в Сочи конкурс действительно ждут. В день открытия в Зимнем театре был аншлаг. Помимо спектакля, участники и гости конкурса посетят Олимпийские объекты и мемориальный дом-музей Сергея Худякова. Писателю, историку балета и создателю сочинского парка Дендрари был посвящен конкурс молодого балета мира в 2014 году. Тогда мэром курорта и был вынесен на федеральный уровень вопрос о создании такого памятного места в городе. «Для нас это момент привлечения. Для нас это дополнительные возможности наших гостей. То есть приезжая в город Сочи, можно здесь отдыхать наряду с отдыхом, оздоровлением, экскурсиями. Еще и посетить знаменитые соревнования и очень интересные конкурсы, которые проходят в городе Сочи. И вот молодой балет мира – это тоже не исключение. Это одно из основных мероприятий, куда обязательно придут наши гости». Конкурс также включает программу мастер-классов. Ежедневно участники смогут заниматься в классах известных балетных педагогов. Торжественное закрытие конкурса состоится 25 июня. Галоконцерт лауреатов пройдет в Краснодарском музыкальном театре. В России выявили лучшие компании, которые гарантированно предоставляют качественный товар и сервис. Награждение лауреатов состоялось в Сочи в рамках седьмой ежегодной премии «Права потребителей и качества обслуживания». А перед этим в рамках форума участники делились опытом и постарались ответить на извечный вопрос «Всегда ли клиент прав?». Форум «Права потребителей и качества обслуживания» проводит компания «Социальные проекты». Ежедневно миллионы людей стоят перед выбором, в какой магазин пойти за продуктами, какому банку доверить свои сбережения и в каком интернет-магазине сделать покупку без риска. Сегодня полагаться на авось нет необходимости, утверждают организаторы премии. Названия компании, которым можно доверять, известны. В этом году эксперты пополнили список предприятий, для которых клиент всегда прав. Компания МТС, как один из лидеров этого направления, не могла такое событие пропустить. «Клиентоцентричность, есть такой термин в нашей сейчас отрасли, это клиентоцентричность, то есть все процессы, которые в компании происходят, они начинаются от клиента и заканчиваются клиентом и вообще существуют для клиента». Как строится общение с покупателем, кто как обрабатывает претензии, как решаются вопросы возврата товара и бесплатного ремонта. Эти и другие темы обсуждались на форуме. Сразу на нескольких площадках опытом делились такие компании, как «Аэйсус», «МТС», «Эльдорадо», сети АЗС «Газпромнефть», группа компаний «Рпиком», «Сбербанк», а также компания «Многомебели». «Внутри компании 2015 год был объявлен годом качества. Очень много работы было проведено по всем направлениям, по всем бизнес-процессам, по улучшению сервиса, качества обслуживания покупателей, ну и, конечно, качества товара в том числе. Поэтому премия – это как итог, подведение итогов нашей работы проведенной. Клиент, безусловно, всегда прав». Ведущий премии, он же ведущий передачи «Контрольная закупка» Антон Привольнов отметил, эта премия – показатель, что компания двигается в правильном направлении. В числе лауреатов оказалась и компания «Орион» – спутниковый оператор, который доставляет телевидение до трех миллионов абонентов России. «Всех участников этого форума объединяет одна идея – это стать лучшими для своих клиентов. При этом методики и технологии у каждого свои. Поэтому для нас это огромная возможность представить свой опыт на оценку профессионального жюри и одновременно поделиться им с коллегами. Клиент для нас – это превыше всего». Искать ответ на извечный вопрос участникам мероприятия не пришлось. Клиент всегда прав. И это не обсуждается. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, в телекомпании ВКТ. На кону выход из группы. Сегодня сборная России по футболу сыграет очень важный для себя матч на чемпионате Европы во Франции против команды Уэльса. Пока удачно для нас сложилась только игра против сильнейшей сборной Англии. Большинство из россиян смогли посмотреть матч только по телевизору. А вот юный сочинец Матвей Волков не просто смотрел его на стадионе во Франции. А вышел на поле вместе с российскими футболистами. Выводил на игру своего кумира. Как ему это удалось, расскажет Ольга Десятого. Медаль, которую нам в потребовом помещении подарили. Форма, чиповки. И рюкзак, мяч есть. Ну и, конечно, яркие впечатления и эмоции. Все это Матвей Волков привез с чемпионата Европы по футболу. Вот он вместе с игроками сборной России выходит на поле стадиона «Вилодром» во французском Марселе, где наша сборная сыграла матч с Англией. На поле Матвей выводил своего любимого футболиста. Я выводила Артема Дзюбу. Так как он нападающий, я стал последний. Он подходит и говорит, ты меня выводишь. Я говорю, а ты смотря какой выходишь. Я спросила у него, какой он выходит. Он сказал предпоследний. И я быстренько встала предпоследний, чтобы выводить его. Уже стоя на трибуде, у меня приходят сообщения от всех сочинцев, знакомых, друзей. Увидели Матвея. Вывел своего любимого игрока. То есть его мечта осуществилась. Побывать во Франции, поболеть за наших на чемпионате Европы, пообщаться с футболистами. Одним словом, стать частью великой игры. Все это для Матвея стало реальностью благодаря конкурсу от компании «Макдоналдс». Здравствуйте, я Матвей Волков. Мне 10 лет. Живу я в городе Сочи. Футбол – это моя жизнь. Этот ролик стал одним из победителей конкурса. Претендентам, мальчишкам и девчонкам от 6 до 10 лет нужно было прислать фото или видео с семейной зарядки. В оргкомитет поступило более 3,5 тысяч работ со всей страны. Из них выбрали лишь 11. Кстати, отбирал их лично знаменитый футболист Сергей Семак. Матвей, привет. Ты готова слышать очень приятные новости? Тогда слушай. Ты, выиграв в конкурсе на чемпионат Европы по футболу у ЕФА Евро 2016 вместе с Макдоналдсом. Вообще, футбол для Матвея – это жизнь. Им он занимается 6 лет. Играет за ФК «Дагомыс». Кстати, этому клубу повезло. Два года назад Коля Рыбалко, тоже футболист «Дагомыса», так же, как и Матвей, выиграв этот же конкурс, ездил на чемпионат мира. А всего же за 14 лет работы программы «Эскорт игроков Макдоналдс» на стадионы по всему миру вместе с кумирами вышли более 10 тысяч ребят из разных стран. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также много мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.